Корреспонденты телеканала CBC продолжают работу в прифронтовой зоне. С нами на связи моя коллега Эльмира Масазады. Эльмира, здравствуйте. Какие у вас новости к этому часу? Тартарский, Герамбойский и Агдамский районы Азербайджана сегодня с пяти утра находятся под массированным артиллерийским обстрелом со стороны вооруженных сил Армении. Как мы видим, режим прекращения огня грубо нарушается со стороны противника. Сегодня с самого утра звуки выстрелов слышат жители всех прифронтовых сел. Артиллерийские обстрелы настолько массированные, что мы, наша съемочная группа, находясь даже в Барде, в городе, который находится на достаточно отдалении от линии фронта, слышала, как обстреливают армянские войска мирные поселения Азербайджана. В свою очередь, азербайджанская армия дает достойный отпор противнику. Мы сейчас находимся в Тартарском районе. Позади меня располагается памятник. Называется он Марага-150. Этот памятник был воздвигнут армянскими мастерами в 1978 году в честь 150-летия переселения армян на эти территории из города Марага. В 1988 году, спустя 10 лет после того, как этот памятник был воздвигнут, он был снесен. Ему попытались изменить название. Таким образом, в Армении армянская сторона пытается скрыть факт того, что на данной территории они являются пришлым населением, то есть они не коренное население Тартарского района, не коренное население данного поселения, где мы сейчас находимся. На данный момент мы видим, как агрессорская политика Армении в отношении Азербайджана продолжается. Накануне ракетному обстрелу был подвергнут мирный город Гяньджа, который находится в 60 километрах от линии фронта. Я напомню, что в результате данной атаки 10 человек погибло, свыше 34 получили ранения. В частности, пострадали дети и маленькие, маленькие дети и женщины. Сейчас мы слышим, как работает тяжелая артиллерия. Наша съемочная группа продолжает работать в прифронтовой зоне, продолжает работать в Тартарском районе и передавать самую оперативную информацию. Спасибо. С нами на связи из прифронтовой зоны была корреспондент CBC Эльмира Мусазад.